приветствую вас уважаемые коллеги бусоводы любители технического творчества расскажу вам сегодня байку так сказать истории жизни с чем мы столкнулись папа на юнзове решил погано роботы насос на рулевое управление ну чё мы так решили плохо руль поворачивается все дела сняли насос ось он старенький насос у него вот такие вертикальный люфт есть и дуже сильный ось его видно зазорми шестернями мы решили что насос по шабашу решила заказать новый и ось приехал новый правое вращение нш10д3 а цей був левого вращения но кто-то его переробил и он стал правого вращения в общем история такого выехал папа его ставите на юмз 6 не было его купить дня приезжает расстроенных чувствах каже капец кинулся проверять и рулевое не руба поначалу начали рубила потом не руба потом гидравлика не руба як туди гидравличный бачок пустий в поддоне двигателя два чи три уровня все масло з гидравлики перекачалося у поддон двигателя зняли насос новий ось причина собственно сальник вивернуло видавила повредила ему кромку от он был вот так вот на улице выдавленный и в общем масло с гидравлики попарал двигатель что робить новое дело атака от пакость ложим его раскручиваем снимаем всю крышку и что мы наблюдаем ну снимать я не снимал поначалу не хотим про це дело рассказывать я сейчас думаю малым кому пригодится тут такая штука уплотнителем в виде такой троечки и в него есть такой пропил назовем его там вставка с пропилом и той пропил должен дивиться в сторону входа ось вход и тут должен быть пропил и должна так вот тройка стоять резина она была развернута так и в итоге с нагнетающей части тут где давление высокое воно через оцей пропил там такие отфрезерованный и сюда от наверх давление попало под сальник сальника выдавило ввернуло и вигнало масло розібрали мы его и дальше там внизу было все красиво правильно зібрано вставляем назад шестерни вставляем назад эту вставку буковку z вирез тут вирез ближе до входу собственно так как и надо что делать с сальником кинулись сальник шукати а сальник тут треба вот такий он обычный одно кромочный 16 на 30 1.2 16 на 30-1 дивимся на цего насоса а тут стоять два сальника и они стоят домиками так один сюди другий сюди тут старые сальники давай шукати новые сальники позвонили знакомых ни где ни у кого не маю шо робить открываю свою коробочку для всяких ништяків находю сальник від мінчака він 15 на 30 то есть он став плотнейший сюди в общем заряжаем сюда сальник фиксируем колечком он это колечко делаем из баклажки вот такую штуку откручиваем и четыре руки собственно надеваем надеваем кришку надели туди кришку начали закручувати один из гроверов из-под болта разлезся ну ладно то самая меньшая проблема и гровер меняем обтянули залили маслом все начи красиво начи ничего ниоткуда не вытекает уровень масла в насосе держится должен делать так как нужно осталось его поехать поставить и чем вся история закончилась поднимемся на кота симона который отдыхает а тем что насос поставили после того как мы его перебрали завели трактором соответственно масло масло злились двигателя залили в гидравлику гидравлики то ничего страшного от моторе масло прийдеться менять в общем завели насос робе сальник не тече рульовое робе все в порядке вот такая вот получилась история какие можно сделать выводы а то что насос кричи всего подробка попалася скорейше за все и той насос не проходил гидравличные випробованные вот такая вот байка таки от випадок из життя и главное всего никто не застрахованный ты купаешь думаешь что оно нормальное а воно всередині неправильно зібрана таки отбуває в мінусе масло гидравлики в мінусе масло двигуна на цьом все удачи вам миру добра хай вам попадаются тільки якісні запчастины будьте здоровы и побачимся меня на канале